Палиум в переводе с латинского – плащ. Палиативная медицина – это помощь тем, кто неизлечимо болен. Она призвана повышать качество жизни пациентов, оказывая им и их близким, помимо медицинского лечения, психосоциальную и духовную поддержку. О состоянии палиативной медицины в области доложила Нина Суслонова, министр здравоохранения Московской области. Что касается палиативной помощи сегодня в Московской области, у нас сегодня есть 26 детских палиативных коек и, соответственно, 1255 коек сестерского ухода. Взрослых палиативных коек у нас сегодня в Московской области нет. 26 они располагаются таким образом, это наши больницы детские, то есть это Клин, Реутов, Люберецкий район, Подольск и Колонна. С учетом существующей коечной мощности, я должна сказать, что палиативная помощь, она оказывается, как правило, в палатах такого стандартного, по сути, палаты интенсивной терапии, реанимации с соответствующим оснащением. Для Московской области, как и для России в целом, данное направление медицины совсем новое, в связи с чем существует ряд еще нерешенных проблем. Это дефицит оказания палиативной помощи для взрослых, отсутствие выездных бригад палиативного профиля и недостаток специалистов в этой области медицины. Это, соответственно, создание службы, как я уже говорила, выездных бригад, которых у нас нет. В этом году мы создаем 5 таких бригад, в 2016 году 5 детских, 15 взрослых и в 2017 году 30 взрослых бригад. И, соответственно, откроем отделение, как я уже сказала, для взрослых, чего нам не хватает. В этом году 15 с коек, в 2016 году 150 и в 2017 – 200. Финансирование палиативной медицины увеличивается с каждым годом. Работа ведется с частными благотворительными фондами. Фонд «Вера» на сегодняшний день единственная в России некоммерческая организация, которая занимается поддержкой хосписов. Они убеждены, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Когда речь идет о родоспоможении, о хирургическом вмешательстве, мы помогаем пациенту, ну и максимум одному его близкому человеку. Если это палиативная помощь, то в случае со взрослыми благодарных остается после умершего порядка 12 человек, это его непосредственная семья, ближайшие коллеги по работе, ближайшие друзья. В случае, если мы говорим об умирающем ребенке, это до 30 благодарных сограждан, маленьких детей, одноклассников, одногруппников, их родителей. Это огромные социальные значимости тема. Дело в том, что это вопрос очень тяжелый, деликатный. Знаете, самое простое было бы не уносить на такое широкое обсуждение. Но мы должны все-таки продвигаться немаловременно. И вот эти все самые чувствительные моменты с обезболиванием, с выездными бригадами, для нас это стратегически важно научиться это делать. Поэтому, Орбис Сергеевна, я прошу вас и дальше взаимодействовать. Диана Никифорова, Сергей Григорьев и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...